Здравствуйте всем, мои дорогие. Так, Павел, подожди, я должен с людьми поговорить. Здравствуйте всем, кто ждал этот стрим. Неожиданный стрим от нас. Собственно говоря, я не планировал вам ничего рассказывать про машинное обучение. Ну, на конференции в Одессе, да, правильно, в Одессе мы познакомились с Пашей, да, он там тоже выступал. И Паша очень интересно рассказывал про машинное обучение. Мне оказалось это прямо интересной для вас темой, поэтому вот я его пригласил выступить у нас на стриме. Поэтому сегодня мы с вами обсуждаем машинное обучение, data science и всякие другие связи, вещи, связанные со всем этим. Может быть, NLP, может быть, еще что-то. Там посмотрим. Ну и, судя по лежащей за спиной у Паши книги, скалу тоже обсуждаем. Вот, так что без этого не обойдется. Ну и, в принципе, Паша, скажи привет. 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 Вот. Да, всем привет. Еще раз. Значит, так, смотрите, мы построим стрим следующим образом. Сначала Павел расскажет вам про машинное обучение с точки зрения программиста, как в этом участвовать, еще что-то. Вот. А вы, собственно говоря, пока задаете здесь вопросы, вопросы можно задавать просто в чате. Я увижу, а можно задавать их через донаты, тогда на них мы гарантированно ответим. Вот. Ну и какое-то количество времени Паша будет рассказывать то, что он подготовил. А вы готовьте вопросы. Когда он закончит, мы с вами на все эти вопросы дружно поотвечаем. Хорошо? Надеюсь, будет интересно. У нас все получится хорошо. Паша, я включаю твою презентацию и начинай. Да, окей. Ну только давай. Все, привет. Ну только давай мы с тобой будем говорить. Хорошо, да, без проблем вообще. Я буду тебе мешать. Да, да, ты мне будешь мешать. Ты очень хорошо мешаешь, тогда становится понятнее. У тебя очень хорошо получается косить по человеку, который ничего не понимает. Ну, потому что я ничего не понимаю. Маленькая поправка. Я сейчас, в принципе, буду рассказывать про то, как машинное обучение делается в целом, а потом мы можем ходить подробнее в каждую из этого. Ну, ладно. Ну, окей. Ну, давай. Так. Ну, вот здесь мой стандартный приветственный слайд. Из того, что на самом деле сейчас нам важно, почему меня позвал Сережа, потому что я уже, вот как раз недавно, было три года в нашей команде в НМЧИП, это большая фирма, которая занимается тем, что дает доминные имена. Мы там очень топ на рынке. И три года назад мы сделали машинное обучение для того, чтобы продавать доминные имена веселее, радостнее, не только доминные имена, а там очень много сопутствующих сервисов. А так я вообще программист. Я не человек, который занимается машинным обучением. Я умею делать модели в нашей команде, но вообще я программист. И я обслуживаю тех великих людей, которые делают модели и делаю эти модели, из этих моделей делаю сервисы, которые вы можете пользоваться. Программист я всегда. У меня мало программистов. У меня выбора не было. Это наследственное, да? Да, у меня династия. До того, как заняться машинным обучением, я занимался всяким хардкором, типа высокие нагрузки, веб и всякое количество. Потом он понял, что у меня в жизни мало хардкора, я хочу еще больше хардкора и пошел в машинное обучение. Вот. Но теперь, перед тем, как разобраться, что такое машинное обучение, да, я хочу немножко вспомнить, как должен работать программист, как минимум, да. Он сначала, вот к нему приходит чувак, говорит, хочу. И он сначала вообще понимает, что же хотят. И решает задачу пользователя, да, например, хочу, делаю регистрацию. И он тогда решает, а вот как, собственно, пользователь будет ходить, ну, в идеале бы. После этого программист обязан подосмотреть все-все варианты, которые только могут быть. Ну, собственно, ему за это платят деньги. Все, что он не предусмотрел, то тогда за него предусмотрят потом, окей. Ну, так себе идея, на самом деле. После того, как он предусмотрел все-все-все-все, абсолютно все варианты. И он считает, что компьютер, в принципе, не умеет принимать решения. Это, на самом деле, абсолютно правильно. Несмотря на то, что у нас очень много говорят про искусственный интеллект, про машинное обучение, что мы что-то там учим машинам, все равно компьютер ничего не умеет. Компьютер, по сути, это очень умный калькулятор. Есть хитрости? Про них мы потом расскажем. После этого он берет и пишет подробную, положим подробную инструкцию. Совсем подробную инструкцию. Вот, если Вася ввел такой пароль, и ты пошел, посмотрел его в базе, да, там совпал, не совпал. Если то, или то. Если то, это то. Если то, это то, да. Ну, начинаем, как любят себя джонки, делать и в элфе, и так далее. Потом умные люди, которые сходили к тебе на курсы по CRISPR, они учатся уже общаться без элфа, да, там, другие штуки, как это делать. Но все равно, мы должны посмотреть все время. Ну, и после этого программист должен выжать на кодревью. Вот, извини, а тогда я понимаю, что машина обучения, хороший код, это то, что для меня важно. Поэтому всегда напоминаю, что пишите код так, как будто бы вы глубоко верны, что сопротивление будет человек, который захочет вас убить. И он знает, где вы живете. Вот. Но иногда проходят странные задачи. Например, к вам проходит очень-очень большой файлик с историей. Например, вот у тебя такая задача. Вот я хочу написать, сделай мне программу, чтобы она позволила мне, вот я ввожу стоимость дома, а она мне говорит, в какой площади в этом районе я могу купить дом. Или наоборот. Я ввожу, я, например, хочу продать дом, да? Я ввожу, какова у меня площадь, а она мне говорит, сколько денег. Ну, полезная штука. Ну, полезная штука, это, кстати, распространенная ситуация. Такая может быть. Я обычно такие задачи решаю с помощью эксельки. Да, собственно говоря. И вот ты смотришь на этот. Понимаешь, дело в том, что ты решаешь с помощью эксельки. А вот возникла идея стартапа. Что пользователь вводит и получает. И мы ему показываем эксельку. И здесь начинается, да, так вот. Ну, можно, в принципе, попытаться сделать правила какие-то, да? Ну, вообще, в таких случаях неплохо вспомнят, что программисты изначально были когда-то вошла жизнь математикой. Это было давно и неправда. Ну, не для всех. После этого у нас такой здоровый файлик. Так, на самом-то деле, это здоровый файлик. Там у тебя будет несколько тысяч или сотен тысяч. И тогда, что хочется на это посмотреть глазками. И ты строишь график такой. Замечательно, строишь график, да? И потом ты такой думаешь, так, что-то знакомое. Теория вероятности. Ну, статистика, ну ладно. Ну, ладно, статистика. Ну, что-то знакомое. Да, да, да. Где-то что-то такое в институте пробегало, да. Да. И вот мне кажется, что если я это возьму и проведу линию, да, то я смогу без них попадать. Вот. Я провел эту линию, да, вот и плюс-минус, да, там будет какая-то ошибка, да. Но плюс-минус я попаду. И вот если я напишу формулу, да, вот Y, это, например, я хочу узнать стоимость. Вот здесь у меня есть квадратных футок здесь, да. А вот это стоимость в долларах. Ну, и вот казалось бы, вот Y, да, вот если я правильно подберу коэффициенты А, это насколько мне надо сдвинуть линию вверх, да, и коэффициент B, насколько мне его повернуть, то тогда я с какой-то ошибкой смогу получать результат. Ну, выглядит так. В принципе, можно сделать как? Можно поиграть с глазом в алмаз. И на самом деле, мы пока находимся в классическом программировании. Мы еще не пошли в машине. Мы близко уже, да? Но мы пока еще находимся в классическом программировании. Вот я как программист могу написать эту формулу, каким-то эмпирическим путем ее подобрать, и у меня будет все хорошо. Угу. Ну, есть маленький нюанс. Во-первых, вот я точно знаю, что я линию провел неправильно. Я проводил на глаз, и я ее провел неправильно. Угу. Ну, потому что, вот если честно, она должна идти вот так. У нее троган наклон. То есть я уже не угадал с коэффициентом B. Угу. Я точно не угадал с коэффициентом А. Вот. Ну, и хочется как-то... Ну, вот что-то я вот... Все-таки, ну, часто программисты учатся на технических специальностях, да? Угу. Да, гауссовое распределение. Ну, разве это похоже? Да, но вообще гаусс, помимо распределения, придумал еще для таких штук 1700 в конце 18 века. Он придумал формулу, по которой можно посчитать коэффициенты А и Б. Нет, вообще не помню. Вот. Но смысл какой? Что уже сколько-то там сотен лет есть формула, по которой можно посчитать коэффициенты А и Б. Называется метод наименьших квадратов. Угу. Мат-статистика, это обычная линейная регрессия. Мат-статистика, первый курс. Угу. Забыл совсем. Вот. Ну, вот есть, да? То есть... А теперь мы начинаем, маленькая. Вот мы, машин-леонеры, очень не любим, когда он нас называет искусственный интеллект. Почему? Мы говорим, что это очень разные вещи, и они пишутся в разных файлах. Искусственный интеллект. То есть машинное обучение – это то, что пишется в формате Python, да? А искусственный интеллект – это то, что пишется в формате PptX. В презентации PowerPoint. Да. Ну, и на самом деле Keynote обычно, потому что там на Mac. Вот, ты знаешь, это то случай, когда я Mac-вод, мне стыдно. Но есть люди, которые говорят, что вот этот ваш машин-леонер – это все хайп, а на самом деле это обычная мат-статистика. Это мат-анализ и мат-статистика. И они правы. Почему? Потому что мы берем формулу, которой довольно много лет. Ну, то есть несколько советов. Двести. Да, больше двухсот лет. Я пожалел. То есть смотри, я помню Стивена Хокинга, который говорит, что каждая формула уменьшает в два раза. Это единственная формула, которая здесь будет. Просто поверьте, есть метод, который называется метод на меньше квадратов. Так есть формула. Но вы можете даже не использовать ее. Вы можете взять Python, взять библиотеку Skylern и там просто ее использовать. Там даже формулу знать не надо. Ну, смысл какой, что вы можете с помощью этой формулы прогнать весь ваш датасет. Вот у вас есть сколько-то там, да, вот здесь вот большой-большой файлик, да. Вы прогоняете этот большой-большой файлик, и в результате у вас на выходе получается формула, где уже будет четкий А, четкий Б, коэффициенты, и вы будете знать свою степень ошибки. То есть мы берем стереопродаж домов, с помощью метода наименьших находим коэффициенты, и мы получаем вот эту штуку. А теперь мы получаем... Самое-самое интересное, что у нас получается, что мы получаем штуку довольно универсальную. Например, у нас есть выборка домов по Нью-Йорку, а есть выборка домов по Жмельнке. Тоже в тысячу домов, ага. Да, ну почему? На самом-то я думаю, что в принципе можно в Жмельнке найти... Ну хорошо, в Мариуполе можно найти и стою тысячи домов. Можно, безусловно. Я сильно подозреваю, что стоимость домов будет сильно отличаться от ваших 10.000. За один тоже квадратный метр, да? В Харькове будет еще одна, в Харькове области будет другая, да? И что мы можем делать? Мы можем написать один код. Мы можем написать один код, который нам... Где мы ему скормили набор датасетов, да? Датасет по области. И он нам сделал коэффициенты именно по нашей области, которая нам нужна. У нас есть общая формула. И это и есть модель. А обученная модель, это когда мы ей показали датасет и получили формулу. Получили коэффициенты к этой формуле. Да, коэффициенты к этой формуле. И у самообученной модели, вот в данном случае, это получается обычная формула. И, в принципе, этот сам принцип такой, он относится к любому виду машинообучения. И, что самое интересное, линейная регрессия – это штука, которая используется до сих пор. Она очень часто, несмотря на то, что она кажется максимально примитивной, но она работает просто как отбойный молоток. И очень часто, когда ей нужна большая точность, она работает. Очень много случаев, где она работает. Например, в подсказании домов. Там, естественно, будет работать... Сейчас мы взяли линейная регрессия по одному параметру. Ну, то есть, от площади, да. Можно было там, от расстояния от метро, не знаю, там еще что-то, да, какие-то... Да, там, время ремонта, это... И мы можем сделать многомерную линейную регрессию, нам никто не запрещает. Мы можем это сделать в двухмерном пространстве, мы можем сделать в трехмерном пространстве. Мы не физики, мы не ограничены пространствами. То есть, в принципе, модели на 300 плюс в каком-то измерении для нас дома. Ну, все очень просто, нам не нужно это подсказать. Угу, окей. И, самое забавное, таких моделей много. То есть, ребята начали растить статистику, и выяснилось, что таких моделей очень много. И они были придуманы давно. Есть скаб ближайших соседей. Вот, грубо говоря, у тебя точечка, да, в зависимости от того, сколько у тебя каких соседей, то, значит, к этому и относятся. Угу. Сразу игра жизни вспоминается, да. Это про это, да? Да, да, да. Вот SPN, можно я сейчас не буду объяснять, как он работает? Не надо, не надо, это так сложно. Я птичка, мне это сложно. Но смысл какой-то, он очень простой, очень эффективный. И до появления CNN, когда мы научились распознавать лица, этот метод в страхе держал все нейронные сети. Он просто без нейронной сети. Он был намного эффективнее нейронных сетей, пока не появились возможности делать сложные нейронные сети. Сейчас ты заговорил на машиндергенную гигантскую. Я тебя перестал понимать. Смотри, нейронные сети – это тоже модель. Ага. Точно такая же математическая модель. Она точно так же. Вот есть формула, где какие-то коэффициенты, да. И точно так же есть и другая формула, по которой мы эти коэффициенты представляем. А почему она так называется? А потому, вот у меня сейчас ее нет, презентация я не делал. Но я могу сейчас быстро переключиться на это и просто рассказать, как она работает. Не, не надо. Максимально просто, чтобы идея, как обучается, а как сама работает, принимается решение в нейронной сети. На очень простом примере. Ну, было бы. Вот, ну, я специально поставил такую возможность. И мы возьмем случай. Паша принимает, идти ему на конференцию или не идти. Но нейронные сети – одна из моделей. Был бы смысл как? Люди начали смотреть, как работает человеческий мозг. И увидели, что там есть нейроны. У них есть связи с другими нейронами. На нейроны проходит сигнал. И потом каждый нейрон связан с каким-то количеством других нейронов. Но он связан на разном расстоянии. На разном расстоянии. В зависимости от того, насколько длинное расстояние, насколько хороший канал. Там сигнал получается сильнее или слабее. Математики на это посмотрели. Давай тогда сейчас я переключусь на это. Посмотрели, сказали, о, а давайте мы это сделаем. Вот у нас есть входящие нейроны. Вот количество входящих нейронов. Видно, да? То есть, входящие нейроны. И нам нужно, чтобы у нас зажегся какой-то отдельный нейрон. Например, мы хотим узнать. Ну, нужно Паше идти на конференцию или нет. Если он загорается, то да. Если не загорается, то нет. И мы возьмем такие штуки, ну, как условия. Вот, например. Мы давай попытаемся на программистском языке. Выразить такое условие. Что, если доклад интересный и его делать сложно, да. То Паша хочет пойти. Но, если у Паши в это время идет лютая-лютая загрузка по работе, то Паша не хочет идти. Но, при этом, если на этой конференции будет сражение Мчимский, то уже хочет идти. Но загрузка по работе – это штука очень важная. И поэтому там должно быть. Вот если нет загрузки по работе, то Паше идет или очень сложный доклад, который мы драйвового готовите, да. Или там есть Сережа Мчимский. Ладно, я надеюсь, что это был пример. А то я пугаюсь. Вот. Но, если есть загрузка по работе, то там должно быть и интересный доклад, и Сережа Рожен. Ну, в принципе, понятная ситуация, да. Да, ну, вполне понятная ситуация. Но, в таком случае, мы заколюбемся. То есть, если мы с помощью программирования начнем это делать, мы заколюбимся. Ну, в принципе, ничего особо сложного. Если просто условий больше существенно, то там оно будет выглядеть как… Да, да. Но это некрасиво. Но, на самом-то деле, мы на программистском языке, сейчас вообще не идем в машинообучение, мы просто на программистском языке с помощью того, как работает нейронная сеть, мы жестко задаем на самом деле логику, можем это сделать все намного красивее. Мы просто делаем сигналы. От каждого. И от каждого к каждому, да? И говорим, что вот здесь сигнал должен быть… Господи, как бы мне здесь сделать текст? Здесь сила его веса будет 0,5. А здесь сила веса его будет минус 0,5. А здесь сила веса будет 0,5. Вот стоимость этого нейрона. А здесь мы делаем функцию. Обычную функцию, которая говорит, что он загорается, он суммирует все вот эти сигналы. Вот если он загорается, то он дает 0,5. Если этот загорается, он дает минус 0,5. Если этот загорается, он дает 0,5. Она суммирует вот эти все. И загорается только если она больше или равно 0,5. Понятно, да? Да, да, да. И вот теперь получается, что если там есть сережа, у меня нет загрузки, то мне пофиг, насколько мне сложно и интересно делать доклад. Или если там сложно и интересно делать доклад, то у меня пофиг и нет загрузки, да? То значит, понятно, да? Мы это сможем получить. Ну, а теперь, вот ироны в сети, о чем хороши, они позволяют в обобщении. Например, вот мы понимаем, что ситуация, если очень интересный доклад, сложный, да, и работа, то это всегда плохо. Потому что я не вложу ни с докладом, ни с работы, да? Но при этом, если там доклад легкий, но при этом, если там есть сережа, то я знаю, что там будет классно, я узнаю, что-то нового там. Хорошо, там Сережа, Баремогила, там остальные ребята, да? Да, да, вся тусня. Вся наша тусовка. Я понимаю, что я заряжусь этим настолько, что я отыграю потом. Понятно, да? Ага. Но это коэффициентами вообще не вырвать. Вот так вот просто. Поэтому мы делаем и другую штуку. Мы добавляем скрытый слой. Вот это, кстати, просуммировать и больше или меньше называется функция активации. Вдруг кому интересно. Кстати, как там народ еще с нами, не с нами? Да, да. Разбежал. Да, 200 человек нас смотрит. Ух ты, Господи. Я отключил просмотр комментариев. Ага. Вот мы добавляем два промежуточных нейрона. И смотри, мы делаем, мы делаем вот сюда, и они, вот это получается многослойная штука. Может быть, ты где-то видел по картинкам такое. Ага. А вот. И здесь я делаю вес 0,25. Здесь делаю вес 0,25. А здесь я делаю вес 0. Сережа, прости, с тобой очень классно, да? Но когда дело касается работы, да? Дело касается работы, да? То есть, что я сделал? Что на этот нейрон начинают работать только вот эти два. И они максимум могут дать 0,5. А вот этот вообще никогда не дают. А на этот нейрон мы даем вес 0,5. Ну, отсюда мы даем вес 0,4. Минус 0,4. А отсюда все-таки нам, то есть, вот когда есть Сережа, да? То есть, или Буря, да? То есть, ну, это настолько круто, что... Вообще, кстати, я очень советую всем ходить на конференции, где есть Сережа. Сережа очень круто выступает. Спасибо. Я слушал две лекции в живьем. Я эксперт. И мы теперь делаем вот так. И вот здесь мы даем минус 1. А здесь мы даем 1. То есть, вес его будет 1, да? Смысл какой? Что этот нейрон загорится только, если будет и это, и это. Потому что у него функция активации у всех одинаковая. Функция активации – это когда он загорается, да? Вот если больше 0,5, да, то мы тогда работаем. А если... Вот он загорается, и вот тем святым. Горят все, да? И тема – огонь. Но по работе завал, и там будет Сергей. Я буду плакать, да? Вот загорается. Почему? Подумываю, что у меня получается. Этот нейрон у меня загорается, да? У меня загорается и этот нейрон. Но минус 1 на 1 получается 0. Я не иду. Но нету загрузки по работе. Но, например, тема доклада, к которой я уже выступал, но у меня иногда просят, Паша, выступи просто с этой темы доклада, да? Ну, ладно, да? Но при этом там будет... Ну, у меня нету загрузки по работе, и там будет Сергей, да? Угу. То есть... А, у меня есть загрузка по работе, но тем докладом я готовить не надо. Что получается? Этот не горит здесь, да? Вот здесь получается 0,25, меньше чем 0,5, он тухнет. Угу. Вот здесь получается минус 0,4, 0,9, 0,5, горит, Паша идет. Угу. Понятно, да? Ладно, хорошо, Паша. Мы загрузили немножко наших зрителей, поехали дальше. Ага. Вот так вот и работает нейронная сеть. Угу. Я понял. Я понял, я надеюсь, в записи люди разберутся, а то они тупить начинают. Ладно, поехали дальше. Можно скажу честно, что объяснение, именно это объяснение с этими коэффициентами, года четыре назад, дал Лава Ковылевский, он сейчас работает то ли в Амазоне, то ли в Гугле, я заколебался смотреть, куда он будет. Это наш кульский чувак, он туда переехал. Я просто как, это не мое, я обязан дать источник. Угу. Ага, вот. Давай дальше презентация. Да, дальше. Но теперь, но каждый раз выстраивая так, веса, мы умрем. Угу. То, что придумали. Мы показываем, мы сначала делаем абсолютно рандомными эти веса. Угу. А потом потихоньку по одной записи показываем, то есть на вход, да? Мы делаем исторические данные. И на вход показываем ей вот эти, говорит, ну как, что ты предскажешь? Она предсказывает что-то, да? Мы сравниваем с настоящим, говорит, ты права. И тогда она укрепляется, и она чуть-чуть дает больше весам, чем у нее были. Если она ошибается, вот это и есть процесс обучения, да? То мы их штрафуем. И тогда эти веса штрафуются. И вот так вот многократным этим веса проходят в максимальную норму. Я понял. Понятно? А если структура изначально была сделана неправильно? А вот, значит, и вот здесь, собственно, работа инженера машинного обучения заключается в том, чтобы правильно подобрать структуру сети. Вот он подбирает, сколько, какие нейроны проходят на вход, сколько у него есть нейронов посередине. То есть он предполагает, сколько там будет случаев обобщения. Вот это каждый. Это есть. Он предполагает, а потом модель сама находит эти случаи обобщения. В принципе, в общем случае можно все ко всему обобщать и потом все перебообщать. Несколько раз. И в случае, если такое обобщение было не нужно, оно просто там будет нулевые коэффициенты. Да, да. Все верно. Хорошо, супер. Вот так вот. Прикольно, спасибо. Я, наконец-то, это понял. А то тоже было интересно. Хорошо, поехали дальше к докладу. Вот, но теперь просто важный момент, да, что вот обученная модель, это вот мы получаем вот эту штуку уже с коэффициентами. И мы не используем в серверах весь датасет, вот это все. А обучение модели, это мы берем шаблон и получаем эти коэффициенты. Ну что, идем дальше. Да, да, давай. Моделей много. И таких моделей много. Вот. Как вообще в принципе происходит, ох, господи, да. Как в принципе происходит у нас вообще само обучение, да. То есть вообще весь процесс бизнес. Вот то, что ты говорил, да. Что оказывается, что там много людей, что этим занимаются разные люди, пишут разные люди. Как вообще есть. Есть стандарт, называется Chris Dem. Его разработал IBM, и это самый большой стандарт, который есть. И он говорит, что в какие стадии у нас есть. Ой, господи. Что мы сначала понимаем, что нужно бизнесу. Хочу мыщу открывать окна. Хочу определять, это хороший, говорит, плохой, говорит. Хочу распознавать голос. Хочу определять стоимость домов. Хочу подсказывать пользователю, что он хочет купить. И так далее, и тому подобное. Кейсов много. Хочу понимать, это спам, не спам. И вот на этом этапе, это такие специальные люди, которые называются бизнес-малитики. Ну, то есть, цель. Понять, что надо сделать. Много общаемся с этим. И валидируем, в принципе, это реально сделать или нереально. Дальше. Понял. Следующий этап по GRIPS DM. Это мы начинаем понимать данные. А какие у нас есть данные для этого? Что мы можем использовать в данных для того, чтобы научить? Что, как мы это разобрали? Модели, так что у нас есть формула. Мы показываем данные, и она дает коэффициент от этой формулы. Какие данные дадут максимально хорошие коэффициенты? Этим занимаются дата-инженерки или дата-сайентисты. Мы их называем дата-сайентистами. Как называете инженер? Дата-сайентист. Дата-сайентист. Или дата-инженер. Или дата-аналитик. Это математик. Потом начинается... У нас, кстати, девочка-математик, и она очень крута. Ася, привет. Дальше. После этого это все данные. Эти данные находятся не в том виде, который хотят модели. Модели хотят вообще рейндж от нуля до единички. А это данные очень разные. Они в разных рынках. Они бывают в кратчиках, они бывают в текстах как угодно. Их нужно собрать, их нужно обработать. Их нужно правильно сбалансировать. И этим занимаются, собственно говоря, инженеры. Или программист этим занимается. Вот, собственно говоря, вот скала. Здесь нужна скала. Самый лучший метод – это скала и спарка. После этого... Вот тут скала и вылезла. Да. Она всегда была в неподходящий момент. Скала. Вот здесь выходит скала. После этого, после того, как у нас есть данные, нужно подобрать правильную модель. Во-первых, нужно подобрать, какой из видов модели мы хотим использовать. После того, как мы определились, какой из видов вообще модели. Это линия на реверси, это SVM, это нейронные сети. Конечно, будет нейронные сети. Это хайп, это мощно, да? Но даже если нейронная сеть. Какая нейронная сеть? Нейронных сетей тоже много. Так и нет. Вот это не надо. Опять-таки, то, что мы посмотрели. А сколько случаев обобщения? То, что ты спрашивал, да? Сколько случаев обобщения? А какую функцию активации выбрать? И так далее. Вот этим занимается человек. И он пишет структуру модели, которая хорошо работает с этими данными. Молодец. Он победил. И у него есть готовая вот эта модель. И вот эту готовую модель он уже отдает на проверку. Мы делаем несколько моделей. Мы программаем их. И на реальных пользователях, да? Мы, собственно, мы делаем какую-то пиасишку. И смотрим на реальных пользователях, на реальных данных. Какая из этих моделей, АБ-тесты, какая она, окей. Здесь уже подсоединяются датональмедики, киаи и так далее и так подобное. На. И после этого вот здесь уже начинается программист. Потому что вот эта вся история требует очень много классных скиллов. Но она не требует скиллов уметь промышленно написать. Потому что код на продакшн, но код на продакшн. Потому что это надо ходить к тебе на курсы. Потому что это нужно самому грызть границы паттернов. Это нужно уметь в Solid. Это нужно уметь в DevOps. Там очень сложный DevOps. Потому что сейчас это боя. Там тяжелая модель. Там очень сложный DevOps. Это нужно написать, опять-таки, это либо 100 код. Это код, который, в нашем случае, работает с десятками миллионов или сотнями миллионов писемки. Это очень высокие нагрузки. Это код, который работает с высоким нагрузкой. Это код, который нужно поддерживать. И еще что самое забавное. Там получается то, что вот это очень-очень много похожих задач, которые хочется объединить. И где-то сразу всплывает слово паттерн. Где-то всплывает слово Solid. А вот эти люди, им не надо этого знать. Они с модельками мучают. Да, они мучаются с модельками. Они про математики. Я сам, на самом-то деле, когда серьезно ухожу в математику, я стою хуже писать. Ну, логично. Потом, ну, вот так вот работать. И потом надо перевернуться обратно к программисту. Я оборотил. Я понял. Хорошо. Продолжай. Вот. И вот здесь начинается этот момент. Вот это то, что я сейчас рассказал, да? Вот здесь ваш главный инструмент от PowerPoint и язык. Обычно английский. Вопросы от твоих, что учите английский, да? Вот здесь английский язык. Все. Вот здесь уже начинается. Нужен сиквел. Начинается Юпитер ноутбук. Вот здесь уже PowerPoint. Обычно там. Или Art. Есть странные люди, которые используют язык Art. Просто не делайте это. Не делайте это дома, да? Нет. Ну, просто как. Вот. Ты считаешь, что SQL плохой язык. А как тебе язык программирования, где массив начинается с языка? SQL? Нет. Это ужасно. Вот. Я этому до сих пор спросить не могу. А дальше. Мы подготавливаем данные. Это очень длинные поплайны. Это обычно обработали кусочек, обработали кусочек, обработали кусочек, обработали кусочек. А дальше мы хотим сохранить эти обработки на будущее. И мы потом хотим делать их как конструктор. Это SQL, это Scala, Java, это Python. Может быть 1, может быть C. Все что угодно, на самом деле. Моделирование. Если я тебя правильно понял, подготовка данных – это когда программист берет данные в условном видеоформате, да, и перегонять их в набор нулей и единичек или что-то такое. Он берет данные из промышленной базы данных. Ему сгрузили какой-то датасет где-то взятый. Этот датасет может быть большой, это петабайты. То есть это бигдата. Это очень сильно похоже на бигдату. Это анализ бигдата. Вот это очень похоже. Именно по этому Scala, потому что Sorry, но Scala – это лучший язык для работы с бигдатой. Окей. И потом на выходе, получается, просто усредненные какие-то цифры от нуля до единицы, да? Нет, это получается то, что модели могут жрать. А это каждая циферка от нуля до единицы. Да, я понял. Обычно да. Обычно да. Почему? Потому что нам нужно усреднить их, чтобы не было, например, перекосов. То, что одна фича – это миллионы, а вторая фича – это единички. Фича – это то, что мы там рассказывали, объясняли. Идет Сережа и Боря. У меня есть загрузка, нету загрузки, да? Вот. После этого оценка. Здесь тоже Python, это за Flow, PyTorch обычная. И внедрение. Вот здесь это уже все очень по-взрослому. Это уже все замечательно. Вот здесь программисты, здесь DevOps, здесь QA. Самое забавное. Программистам не всегда надо знать машинное обучение, именно уметь быть ML-инженерами, для того, чтобы работать в машинолюбе. Другое дело, что, скорее всего, вы придете к этому сами. Хорошо. Но знать не обязательно. Но полезно. Вот. Ну и вот общие советы. Я на самом деле закончил. Если есть вопросы, это общие советы. Когда вы пишете… То есть, в Пиферрошекот – это всегда полезно? Ну, в случае, когда вы пишете для машинного обучения, это необходимо. Необходимо думать прохитектуру. Это будут опишки. Ну, просто это будут опишки от машинного обучения. Сервисы машинного обучения – это опишки, которые вы можете где-то использовать. Они могут быть тяжелыми, это могут быть ансамбли, и это интересно, это классно. А что такое ансамбль? Это когда… Ну, часто бывает одной модели недостаточно. Мы делаем штуку, что одна модель предсказывает… Например, мы хотим определить, насколько пользователь хочет нас обмануть. И мы тогда делаем одну модельку, которая определяет, этот пользователь… Он один раз у нас был, да? Или у него много уикантов у нас. Окей. Ну, дальше мы определяем… Мы делаем модельку, которая определяет, насколько будет его карточка, и страна, и т.д. и т.п. соответствуют, и его действия, да? Насколько они похожи на то, что это мошенник. И вот так вот мы, грубо говоря, делаем кучу моделей, которые дают свой результат. И этот результат является входом для следующей модели. Ну, типа пайпа такого, да? Да, 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 да. Вот это называется ансамблем. Когда вы так делаете, эмейли всегда норовят выдать вам готовую обученную модель, пожалуйста, не берите ее. Спасибо, нет. Дайте мне, пожалуйста, код, на котором вы научили. И сами строите обученную модель. Нужно делать с системой суперсер-помучения. И эту штуку нужно очень хорошо тестировать, потому что количество неожиданностей, оно такое феерическое. Потому что когда мы пишем код, там тоже могут быть неожиданности. Но не так много с неожиданностей может быть, когда нейроссетка делает свои какие-то предположения. Один из ярких примеров, это когда бот Microsoft стал просто таким нацистом, что просто офигеть можно. Да, 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 слышал про эту историю. И это нужно учитывать. Ну вот все. Моя презентация закончена. Здесь можно со мной связаться вдруг кому интересно. Естественно, наша вакансия. Это вакансия на фирме, где я работаю. Мы сейчас не берем программистов в нашу команду. Нас очень любят хороший код, поэтому приходите. У нас всегда рады. Так, хорошо. Супер, спасибо. Насколько я смог тебе рассказать. Отключаю пока твою презентацию. Давай, у нас тут уже донат был. Один пока. Мы его зачитываем. Максим 50 гривен. Здравствуйте. Интересно ваше мнение, откуда в Data Science такая большая конкуренция в Украине? Откуда у нас столько конкурентоспособных математиков? Это ведь необычное IT, где можно FoxMind окончить. Необходимо еще математику поднять, что не всем дано. Здесь очень интересно получилось. Много лет математики с грустью смотрели на программистов, которые завидовали. И завидовали. И завидовали. Потому что математикам не платили, а программистам уже платили 10, даже лет 15. Потом пришел Machine Learning, который по сути своей статистика. Он не очень сложный. Я, кстати, не могу сказать, чтобы была сильно большая конкуренция. Найти хорошего ML-инженера – это тяжело. Но у нас просто много хорошо обученных математиков. И, кстати, туда физики. А еще туда физики идут. Ну, логично. Хорошо. Поехали дальше. Так. Правда, что Machine Learning – это гадание на кофейной, так как невозможно рассчитать количество слоев нейронки для конкретной задачи? И да, и нет. В принципе… Ну, как, это не совсем гадание на кофейной нагущей. С опытом приходит понимание, когда лучше работать, когда хуже. Можно сделать серию А, Б, С, Д, И, ФТ, тестов для того, чтобы понять, какие слои там подходят. Можно чисто эмпирическим путем понять, например, предположить, сколько там нужно будет обобщения. Но обычно просто тестами подходишь к среднему. Это есть… Как есть… А вот в Git есть метод искать, по-моему, какой-то… Commit. В C-30. Вот то же самое здесь очень просто этот метод, когда ты сходишься к нужному количеству в многих слоях. И его количеству в нейронных слоях. Ага. Ну, и в хорошей практике. Ладно, стоп. У нас здесь не все такие специалисты не загружили детей. Что-то такое жестокое. Подскажите литературу по разработке именно моделей. Если хочется именно разрабатывать модели… Нейронные сети, полный курс. Воу. Воу. Автора я не вижу. Саймон Хайкин. Хорошая книга. Рекомендуешь, да? Ну, это если вы хотите научиться разрабатывать модели, а не использовать их. А используют их как раз программисты. То есть мы… Если я правильно тебя понял, в общем-то в Machine Learning две основных профессии, да? Data-инженеры или Data-сайентисты, которые, собственно говоря, создают модели, и программисты, которые подготавливают данные, запускают процесс переобучения и обвязывают модель, собственно говоря, интерфейса, чтобы этим кто-то мог пользоваться. Потому что сама по себе модель ничего работать не может. Можно сказать так, но на самом деле это может быть один человек. Разные роды, а кто их объединяет, это как у кого пользует. Прикольно. Пошли дальше. В среднем зарплаты специалистов Machine Learning больше или меньше, чем у программистов, например, Java Enterprise? У кого сложнее работы и требует большего количества знаний? Интересный вопрос, кстати. Ну-ка, померяемся мышцами. Сейчас довольно долго Machine Learning получили меньше. Сейчас, по-моему, выровнялись или уже останутся больше. Нет как девопсы, но близко. Хороший Machine Learning может очень много получать. И Machine Learning – это штука с очень большим ходом. У него высокий ход очень. Порог высокий, да? Это второй и третий курсы самих матов. Угу, я понял. Ну да, это не школьная математика, которая нужна для Энтерпрайза. Окей. Ну, нужно уметь умножать матрицы. Угу. Да, я забыл, как это делается. Ладно, хорошо. Но если я погуглю, вспомню. Так, Machine Learning – это мат-анализ, в Энтерпрайзе он, насколько я понимаю, не часто используется. Ну, в общем, в принципе, никогда. Во-первых, мат-анализ в Энтерпрайзе используется, используется довольно много. Это BI. Где? Это BI. Business Intelligence. Это мат-анализ в чистом виде. Это Tableau и прочее. Это мат-анализ. Любые бизнес-процессы. Как раз Энтерпрайз очень склонен к мат-анализу. Они очень любят KPI. KPI они делают, мы смотрим, это мат-анализ. Другое дело, что они часто делают методомат-анализом, методомат-дома. Ну, так ладно. Ну, в принципе, просто в Энтерпрайзе много мат-анализов. Если мы берем на управленческие штуки. А во-вторых, очень много Энтерпрайзе используют модель машинного обучения. Видимо, мы в разном Энтерпрайзе работали, потому что я практически с этим не сталкивался. О, это знаешь, если ты берешь машину 2016 года, то там будут или очень страшные экраны, да, мультимедиа, или совсем старые. А сейчас уже стандарт – большие красивые экраны. Вот то же самое с машинным обучением. Вот раньше это была какая-то экзотика, а сейчас машинное обучение везде. На предикшн они собираются от нас выводить клиенты. Здравствуй, машинное обучение. На предикшн, какой продукт взлетит – здравствуй, машинное обучение. На предикшн, какую рекламу сделать – здравствуй, машинное обучение. На то, как бы нам облегчить – здравствуй, машинное обучение. И уже очень много моделей входит. На самом деле сейчас как раз почему начинается вот этот хайп, что машинное обучение тоже становится нормальным. Оно уже нормально. Это не будущее, оно уже. Я понял. Так, тут по твоему докладу спросили, функция всегда линейная? Я так понял, что это просто для данного примера ты взял линейную функцию? Да, да, да. Я просто для данного примера взял линейную рейк. Как правило, она не линейная. Там какая-нибудь квадратичная или более сложная, да? Нет, ну вообще нет на спуску, если мы ее берем. Но там, просто там очень разная. Можно сказать, что нейронная сеть – это функция. Ну, в принципе, да. Она просто логическая. Да. Нет, она не логическая, она просто сложение. Ну, если вспомню, да, мы просто складываем. Там нет логики. Ой, тут задали какой-то вопрос на машинлергинге, я не понимаю. Можете рассказать про обратное распространение ошибки? Что это? Вот есть хорошее курс, то есть есть хорошее видео того же Славы Ковалевского. Георг, довольно под... Просто это час. Ну, не надо, не надо. Нет, 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 нет. Ну, я против. Потому что мне нужно сначала будет объяснить, как именно работает метод обратных квадратов. Мне нужно объяснить, что такое границный спуск, и тогда мы сможем объяснить вопрос по трене. Она не в начале, она немножко антипсердия. Ну, слушай, у нас тут по большому счету, я сейчас немножко прервусь от себя, просто вопрос задам. Общий смысл у народа, смотри, у нас примерно половина зрителей, которые нас смотрят, это люди, которые вообще в принципе выбирают себе профессию в программировании и смотрят, куда бы им пойти. И поэтому им интересно тоже услышать про профессию программист, связанную с машин лернингом. Соответственно, ну вот половина наших зрителей просто отпадет, потому что, ну, серьезно. Причем тут это. Ну да. Это слишком, слишком сложно. Я специально про презентацию ставил от духовного. Какие-то линейные. Окей. Хорошо. Паша, от меня пара вопросов, потом перейдем обратно к донатам. Собственно говоря, ты же до этого работал с вебом и перешел в машинное обучение. Почему? Да. Ну, во-первых, я хочу странного. К черту подробности. Ну, для того, что у меня в некоторых, в какой-то из моментов веб стал немножко утомлять. Я сделал все задачи, которые только можно было. Все закрыто. Я разруливал миллионы конкретных запросов на одну сетевую карту. Я разруливал очень большие, то есть я разруливал большие сложные запросы на большом количестве людей в базе дамок. Прочисто все, что можно сделать веб, я делал. Мне скучно. Я захотел чего-то интересного. Чем? Да. Потому что с Big Data я занимался до этого. Вот Data Flow, я был DBA-администратор, я хорошо знаю SQL очень. И вот эти все штуки, вот эти искал тогда же, я откуда знаю, да. Просто эти все обработки данных. Это интересно. На самом деле он тоже довольно быстро приедается. И мне хотелось что-то новое. И тогда я начал выбирать, что именно новое. И если из тренда, то новое могло быть. Это или от EOT, интернет-патринкс, машинообучения. А с машинообучением я уже был знаком. Ну, поэтому пошел туда. Ну, и машинообучением мне легко перейти. Это все равно веб-сервис. Ну, да. В принципе, обвязка-то она все равно, в итоге ты все равно получаешь веб-приложении, условно говоря. Это мы получили, я получил модную хайповую тему, где очень пригодятся мои скиллы. Класс. Я понял идею. Хорошо. Так, у нас тут донатик. 50 рублей от Янтимирова Тимура. Здравствуйте, Алексей Павел. Алексей. Ой, я Сергей, привет. Так, я учусь на технической специальности, но не могу назвать себя сильным математиком. Стоит ли лезть в машинообучение или оставить это дело настоящим математиком? Что скажешь? А попробуй. Ты знаешь, моя любимая шутка по поводу, как определить сеньер-девелопера. Он всегда на любой вопрос отвечает, попробуй. Ну, попробуй. Ну, в самом деле, ну, попробуй. А может быть, тебе вся математика не нужна. Там же вообще математика – это очень страшная штука. Там очень много, да? Здесь что может происходить? Здесь статистика, теория верт. Теория, кстати, довольно мало. Как-то не странно. Это все случается. Это мат-статистика. Это мат-анализ. И это может быть и вырочисленное. Численные методы вот этого. Да, да, да. Ну, и потом, просто иногда бывают мудные научные статьи по поводу, вот мы придумали новую водервафлю, мы придумали новую модель. И я такой идиотка. Давайте я буду вспоминать. Вот это, да? Вот прекратите с этого места, называется. Отлично. Да, слушай. Ну, и еще, наверное, линейная алгебра, раз ты мне предлагал это самое, множить матрицы. Или я что-то не так понимаю. Конечно, конечно, это линейка. Ну, линейка, что просто. Ну, да. Хорошо. Еще 5 рублей от Антона. Немчинский, посоветуйте курсы, литературу для новичка, чтобы после прочтения прохождения можно было бы идти на Джуна. И где искать работу в Machine Learning в Украине, вакансий гораздо меньше, чем в обычном IT. Во-первых, надо много. Ну, я просто знаю, ну, опять-таки, в силу специфики. Для того, чтобы у меня так получилось, что я получился чувак, который, ну, очень хорошо по украинским меркам, будем скромными, да, умеет сделать сервис из машинного обучения. Я хорошо знаю, что такое машинное обучение, я хорошо знаю, как это идет. Именно поэтому, в силу этой специфики, я знаю много компаний, которые занимаются совершенно обучением. Они просто по-своему не проходят часто спрашивать, как к нам жить. Или зашают. Но это дорого. То есть, компании, ты считаешь, таких хватает? Может быть, тут та же самая ситуация, что, например, с тем же самым Salesforce, когда компания не размещает вакансии, а ходит? Да. И, кстати, ну, вверх есть вакансии, и на Salesforce есть вакансии. Я внимательно посмотрел по Salesforce, мне стало интересно. И на Salesforce есть вакансии, и очень много вакансий в мире есть. Машинное обучение вакансий невероятное количество, и будет больше. Та же розетка, тот же пром.юа, они сейчас просто по высотам вытягивают всех машинных мерок. Так все-таки курсы, книги, что посоветуешь? На YouTube есть классический Тенфордский курс. Наверное, его. Окей. У нас нету, так что мы пока нас не рекламируем. Мы думаем. Так сделайте. Будем думать. Вот ты на моего и напишешь. Что ты как думаешь? Сам вызвался. Так, я понял. Я не очень правильно камеру поставил, но мне линию представлять. Ладно. Я вот так поставлю. И все. Хорошо. Так, поехали дальше. Тут вот вопрос к чату, но я думаю, что нам тоже будет интересен. В школе был супер двоечником, не имею ни малейшего представления о математике. Научусь на четвертом курсе. Правда, не сказал, чего. Вопрос такой. До уровня какого класса нужно знать матан? Второй третий курс у матан. У меня был в школе матан. А, ну ты же в каком-то математическом лицее учился, ты говорил. Да. У нас девятого класса был матан. Второй третий курс у матан. Ну, в общем, логично. То есть технический вуз, два курса, меня вот примерно так. Ну, для того, что политеха не хватает. От Харьковского политеха не хватает. Пусть меня победит. Я надеюсь, что человек спрашивал про machine learning, потому что если он спрашивал просто про программирование под веб, там или интерпрайс, или еще что-то, то вам математика вообще фактически не нужна. Там нужно на уровне, не знаю, средней школы максимум. Причем там... Но опять-таки, вот смотри, вот мы задачу, вместо того, чтобы решить ее тупо ИФМИ, решили математикой. И это часто работает. Ну, да. Но ИФМИ было бы быстрее. Нет, мне быстрее было бы написать формулу. А, это у тебя рука набита. Я помню, не помню, кто-то мне статью скинул на Хабре о том, как человеку дали вот этот вот... Ну, я на прошлом стриме рассказывал, дали задание. Вот простейшую задачу там раскладывать. А он ее решал с помощью там функциональной парадигмы. Вообще уже жесть какую-то построил. Вот. Все можно сделать. Причем кода получилась в три раза длиннее, чем я бы просто ее в ИФМИ загнал. Ну, зачем? Нет, не надо. То есть все должно быть в меру, да? Да, да, да. Я, кстати, мог бы закинуть код с формулами. Иногда так бывает полезно. Но это значит, что нагруженный сервис, где я пожертвую читабельностью, угоду нагрузки. Иногда надо. Но в среднем я стараюсь сделать так, чтобы у меня код был максимально простой. Логично. Так и надо. Поехали дальше. В общем, понятно. Машин лернинг – это статистика 21 века. Правильно. Так, поехали дальше. Так, тем сложнее работать. Бигдейта сантист или машин лернинг специалистом? Или специалистом искусственного интеллекта? И какая разница по зарплате? Ну, специалистом искусственного интеллекта, в принципе, можно работать. Сейчас ведутся научные исследования тем, чтобы отдавать. Мы все-таки сделаем настоящий искусственный интеллект. Есть маленькая проблема. Мы пока не знаем, что такое интеллект. Только мы узнаем, что такое интеллект. Вот так сразу мы начнем делать искусственно. У нас просто нету… Я много раз спросил у многих людей, дать мне определение интеллекта. Вот это интеллект, да? Мне каждый раз давали разное. Я просто собирал некоторое время определение слова «интеллект». Ну, есть роботы по common AI, да? То есть сделать робота, который можно по себе. Я думаю, что это максимально сложно, потому что там из тех людей, которые это видел, там обычно кандидаты или профессор, и т.д. Это серьезное научное исследование. Очень хорошо выражено. Платы там, кстати, не очень много. Ну, это логично. И это максимально сложно. Если Big Data Scientist или Machine Learning — это специалист, ну, это очень дата аналитик. Просто смотри, если Big Data Scientist, мы не говорим Big Data Programming. Потому что Big Data Programming — это очень дорого, очень сложно, потому что это здравствуй скала. Это функционально, как правило. Это очень большие нагрузки, это длинные поплайны. И цена ошибки слишком высокая. Ну, просто там цена ошибки, может быть, калькуляция за месяц. Это дорого. А если именно Data Scientist, да, в Машлении, это очень часто одно. Понял. Поехали дальше. Тут говорят, что как ни крути, программисту нужно знать матам для решения большинства проблем. Сам пишу на C-sharp. У меня за 20 лет работы не понадобился ни разу. Серьезно. У меня на... Вот я писал... Для security у меня была математика. Довольно много. Ну, это криптовалюта, это математика. После этого я писал для десктопов. Не надо было ни разу математика, хотя это была бактерия. Для веба у меня несколько раз была нужна математика, когда мы разруливали очень высокие наруки. Очень что? Очень высокие наруки, когда разруливали. Мы просто... Вот когда мы if-ы пересписали в формулу. И поиск, и поиск, индексация, это тоже математика, на самом деле. Ну, вот тогда нужно. А в среднем на 99% задач нужно нафиг не нужно. Да, говорят, вот в компьютерной графике нужно знать матан. Ну, там верю. Ну, в играх нужен, потому что физику надо знать. Ну да. А физику, а математика, да? Да. Для того, чтобы было эхоистичненько. Человеке, математика во фронте нужна. Ой, я-то... Помнишь, мы с тобой были на... Да, 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 да. На конференции был Юра Андрюхевич. Как-то так. Он рассказывал как раз про то, как он с помощью математического анализа рисовал анимированную гифку на JavaScript. Да. И еще граф QL, всеми любимый, это несколько занятий из курсов про теории графов. Ну, конечно, поэтому он граф. А, как... Вот. Так что, в принципе, ну, как... Очень полезно знать историю графа для того, чтобы поражать на графике. Да. Хорошо. Ну, на самом деле, можно будет. Окей. Пипец просто. У меня подруга занимается data science. Это похоже на рассказ? Два вас просить на журнока. Я так понимаю, похоже. Люди пугаются твоими рассказами, боятся, что им попадется такой же кошмар. Понял? На самом деле, проходите, там весело, там интересно. А может быть, мы создадим терминатора. Тушку уже создали. Да, 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 да. Математика вообще лишней не будет. Даже когда картошку покупаешь на рынке, тебя обсчитать пытаются. Так, у нас математика. Это не та математика. Можно я скажу про математики? Математика очень полезна, потому что программирование – это решение задач. А математика – это навык решения задач. Ну, окей. Будем считать. Но мне кажется, что так можно что угодно, для чего угодно упростить. Физика – это тоже решение задач. Кимия – это тоже решение задач. Нет, нет. Математика – это абстрактно, в чистом виде решение задач. Это просто… Это вот поиск вариантов, которые, ну, честно, вот из того, что я видел, что люди, которые прорешались в канаве в школе, обычно как программистов лучше. Ну да. Ладно. Кирилл Петряев, 50 рублей. Подскажите, как понимать, какую нейронку брать, на что смотреть данных, чтобы это понимать? Ранее нейронки делал копипестом. Самое главное, нужно посмотреть, как бы ты решал эту задачу на единичном случае. Например, мне нужно определять это спамнинг. Соответственно, на единичном случае, на что я буду обращать внимание. И тогда ты, на самом деле, с большим количеством доливератности сможешь понять, какой вид травмки тебе нужен, какие там ты сделал обращение до этого. Ну, то есть, в принципе, танцуем от того, как это вообще, с твоей точки зрения, должно само по себе решаться. Да-да-да. Какие аспекты ты бы принимал во внимание? Поэтому... Машина обучения это автоматизация укинных задач. Вот если ты сможешь сделать активную задачу, ты сможешь понять, какие я вообще не это делал, тогда ты сможешь построить с нейронной сети. А если ты не сможешь, если ты даже не можешь представить, как это сделать, то ты не получишь никогда неронку. Я понял. Ну, тогда просто методом наугад насыпал, что-то запустил и смотришь, и опять-таки, а какая неронка? Это неронка под сети, вот эта под графику, это неронка под такой обработку видео, под обработку голоса или NLP, обработка с текстом. Или это статистика, мы хотим понять, это чувак вообще собраться, что купить или нет. Неронки разные бывают под разные задачи. Именно поэтому так многие платят. Ну да. Тут такое это самое, программирование на хардмоде, да? Если я тебя правильно понимаю. Окей, хорошо. Так, Левитин Сергей, 500 рублей. Используется ли машинное обучение в системах мониторинга сетевой и компьютерной серверной инфраструктуры? Может, есть какие-то примеры, если знаете? Есть такая штука, как IOPS, это называется. Как DAS. Где-то, что одна из проблем является то, что логов очень много. если у вас большая система, у вас там тысячи микросервисов, которые выдают сотню логов. Прочитать руками, глазами это невозможно. Вы можете сделать какие-то трешфолдеры, новые, и есть одна из штук, сделать сетку, которая будет обработать логи на режиме или на время. IOPS называется. И что она делает? Для чего она? Она анализирует логи, ищет аномалии и показывает, что ребята, вот здесь что-то идет не так. Ага, я понял. Красным пах показывает на квадрате. Ну, типа, как мистер робот, да? Вот там. Наш сервер работает с перегрузкой. Окей. Антонио, 50 рублей. Вы знаете о Дмитрии Романове, основателе университета искусственного интеллекта Лекта? Нет. Я не обязан все знать. Да, логично. Потому что он же на всех. Спрашивает, это все еще Сергей Немчинский? Ну, слева, по крайней мере, да. На картинке. Ну, у меня слева на картинке очень похож на Сергея Немчинского. Ну, вот. Так что, в общем, работает так. Запись стрима будет каждый раз. Запись будет на канале Сергея Немчинского. Будто на семинаре Кашпировского, говорят. Это мило. Почему? Ставьте водичку, Паша вам ее зарядит. Нет, это у Чумака было. А, это у Чумака. А Кашпировский что делал? Он просто посмотрел. Он засмотрел, говорит, у вас все растасалось. Отличное визуальное объяснение, супер наглядно и понятно. Супер. Ну, я рад, что похоже, что я остался на прежнем витке эволюции, к сожалению. Так, не все поняли. Можно я сделаю небольшой разум? Давай. Вот смотри, вот искрака разума, то, что мы называем разума, случайно появилась там, это там районная безъяна, это может раньше, да? И мы вот сейчас с тобой общаемся, продумываем. Не исключен вариант, что искрака разума, на самом деле, сейчас у нас очень слабые нейронки. У нас нейронки где-то на уровне пчелы. Вот, может, она где-то на уровне пчелы. Но, или поздно, у нас будет много всего, и мы сделаем нейронку, которая будет по уровню колесионных связей, да, как наш мозг. Тогда не исключено, что проявится искрака разума. И тогда станет очень интересно. Потому что, вот если, не дай бог, там будет искрака разума, и она, не дай бог, заползет в тело Boston Dynamics, вот этих прекрасных, милых роботов. Привет, SkyNet. Да. Я боюсь, что мы очень, кстати, станем быстрее интересными этой на расе. Потому что у них возможности к эволюции настолько большие, что мы очень быстро станем для них просто микробами. Просто неинтересные, да, я понял. Да, мы просто неинтересные. Прикольно. Денис, там нету ничего сильно сложного. Там есть объем знаний, там есть объем знаний. Но как в программировании. Вот сначала ты бьешься голову в стенку, тебе ничего не получается, любая обратная связь строго негативная, а потом как-то опа и уже становится полегче. Здесь тоже становится. Понимаю. Так, пошли донатики. 50 рублей от LA. Скажите, где, как и через каких других людей в индустрии происходит взаимодействие между ML-специалистами и чистыми учеными, исследующими мышления в мат, физ, биосмыслии. Именно упомянутые специалисты и расскажите о них чуть подробнее или еще кто-то. Вот это, кстати, очень хорошая штука. Вот Machine Learner, они делятся на две большие классы. Есть люди, которые используют модели. Это коммерческие ребята. А есть люди, которые придумывают новые модели, придумывают вот эти формулы. И это совершенно другое. Это ученые в сфере машинного обучения. Они, в принципе, человек, который пишет модели, который использует модель, он может написать какую-то нейронку, но это довольно редко модели. В основном мы используем готовые. А вот есть Google, на самом деле, очень много оплачивает именно по сравнению новых моделей. Это университет, который делает по сравнению новых моделей, и мы пересекаемся на конференциях, и есть некоторая стычка науки, большой науки, которая нам выдает результаты своего работы в виде готовых моделей, которые мы используем. Вот эти формулы. Точно так же, как коллеги Гаус 200 лет назад, больше 200 лет назад, придумал формулы, придумал метод обратно квадратов, он был гений, он придумал вот это. А мы потом это используем. И для нас это же просто. Придумать это было очень просто. как разница между ученым и инженером, в общем-то. Да, мы же инженеры, они пользуют готовые стуки. Но есть научные работы, довольно много выходит научных с предложениями новых сетей и так далее, подобное, где мы делаем GTP2, GTP3, где мы делаем нейронные сети, где нам все равно на каком языке это происходит, Берт, то есть человек пишет, а мы единное пространство наших слов, вне зависимости от того, на каком языке сделано. На самом деле как они пересекаются друг с другом? Какие-то конференции проходят? Научная работа или совместная гранта? Прикольно. Так, один доллар от Алекса. Разделяется ли ML AI для индустрии и научная? О, как раз в тему. Где между ними граница? Но я понял, где граница. Одни придумывают, другие используют. Слышал, что в науке особо денег нет, поэтому советуют работать в индустрии. Работа в индустрии это просто применение или это и создание тоже? На самом сейчас очень большие гранты на развитие моделей. Но опять-таки многие модели именно создания нового, она финансируется Google, она финансируется Amazon. Там они забирают себе гениальных ученых, которые пишут для них нейронные сеть. Если на западе, то там нормально сегально. Но как минимум не хуже, чем у хорошего инженера. Но опять-таки, если будет смесь, DevOps плюс ML Engineer плюс этот, он будет дорого очень. в среднем вот так вот. зато кстати очень редко пишут прошу код. Не могут делать реальные сервисы. Ну логично, потому что это немножко другой набор скиллов. Хорошо. Так, 100 рублей от Антона. Здравствуйте, отличный спикер. Расскажите пожалуйста про TensorFlow. Какие проблемы решают? Что это такое от меня тоже вопрос. Потому что термины я слышал, а что это такое даже пример не предсказывает? Это привек. Вот точно так же как привек. Это привек. Который позволяет вам не писать то есть как по-хорошему нужно написать формулу нейронной сти. Ты идешь и начинаешь на языке C или Python начинаешь писать эти формулы. Замечательно. все замечательно. Самое главное у тебя нету францов ошибиться и это очень быстро. Но если мы посмотрим как есть фреймверк. Есть Spring, есть Symfony, есть Danga. Это типичные задачи. Вот есть типичные задачи по построению сети. фреймверк. Это сборник сделает типичную сеть так, чтобы тебе даже не надо было знать какая там формула. Класс. Вот это фреймверк, который у себя внутри собрал эти все стандартные сети. На самом деле есть еще фреймверк называется Keras. Как? Keras. Так он получается просто дает возможность ну как бы подожди секундочку. Я не очень понял. То есть смотри, у вас же работают дейт-инженеры, которые подбирают модель и создают модель саму по себе. А если ты говоришь, Tanzerflow позволяет вообще даже не знать какая внутри модель, а как туда модель внутрь скрывается? Нет, он знает какая модель. Просто он говорит, дай мне модель, где у тебя будет столько нейронов здесь, столько нейронов здесь, столько нейронов здесь, столько нейронов здесь, здесь выход. И пускай у них будет функция активации такая-то. А как сделать это? Какой надо код написать для того, чтобы это у тебя было, тебе не надо знать. А, я понял. Ты просто заполняешь структуру данных. Это просто пишешь конфиг, ты просто делаешь модель то, что ты пишешь конфиг и все. Гениально. А она по этому конфигу собственно игре создает объект. Я понял, прикольно. Ну, собственно говоря, чем-то похоже на тот же Spring Core. Да, 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 да. Это Фривек. Прикольно. Ты классно объясняешь, мне понятно стало. Так, Иван, один доллар. Правда ли, что по сути потенциал инженера Data Science ограничивается знанием математики? То есть надо создавать еще более сложные модели, чем у конкурентов? Насколько точны модели предсказаний котировок на бирже, построенные на временных рядах? Ну, это второй вопрос. Давай все-таки про первый. Правда ли Data Science ограничивается только знанием математики? Создаешь модель сложнее, чем у конкурентов, это на коне. Скорее знанием данных. Объясни. Правильно подбранные данные намного важнее правильного подобного модели. Те какого? А? Объясни просто. Ты мне это рассказывал, так что я понимаю, могу за тебя рассказывать, но это как-то не красиво пересказывать твои слова тебе же. Поэтому давай ты объяснишь. Смысл какой-то, что очень важно, как мы обучали. Мы обучали на данных. Вот у нас есть данные по сколько стоит дом, какая площадь. Но там на самом деле больше, чем одна. Есть еще год постройки, есть еще район, количество изнасилований в районе. И вот куча-куча-куча всяких параметров. Какие-то параметры имеют значение, какие-то параметры не имеют значения. Какие-то влияют больше, какие-то влияют меньше. И собственно увидите какие-то данные. Увидите связь этих данных. Научиться правильно смотреть на данные это намного важнее. Если мы говорим про если мы говорим про машин инженеров на уровне компании, если мы говорим на уровне гугла, то там это усложнение модели, это усложнение когда мы используем готовый, то там это просто в виде данных. это самое важное. Там моделей не так много, там даже десятка поиспользуемых там реально десятки. И здесь важно насколько ты хорошо подберешь данные, на основе которых ты можешь понять решение. Ну если я тебя правильно понимаю, то скорее упирается в понимание бизнеса, бизнеса, анализ, то верно ли ты подобрал данные, насколько они коррелируют с результатом. Связь между бизнесом и данными и данными потому что можно насобирать для курса котировок информацию о погоде в Венесуэле, которая вообще никак не влияет. И ты будешь хоть миллион раз математиком суперским, но если данные не относятся к делу, то привет. Вот по поводу второго вопроса знакомые мне модели трейдинга в принципе торгуют, это очень сложная система, это не просто модель, это ансамбль систем, там где строятся вот эти ансамбли, где они голосуют между собой, принимают совершения, где они переучаются, дообучаются, вот это очень сложная система. Вот они работают немножко лучше монетки. Немножко лучше, чем что? Монетки. А, ну класс. Ну, то есть это орелечка. Я понял. У них там 55, 56, 60, по-моему, 60, я ничего не денег даю. Я понял. Ну, я уже год не смотрю. В принципе, есть народ, которые все-таки немножко больше есть, есть эмпирические правила, и чуть-чуть денег могут заработать. Сейчас это уже нереально. На больших цифрах ты же все-равно как раз вот эти там даже один процент превесы это прям большое преимущество, конечно. Но это очень дорого за развод такой системы. Да, я просто работал в инвестиционной компании еще в то время, когда акциями торговали живые люди и разговаривал с настоящими живыми трейдерами, но мы вместе обедали, что называется, они рассказывали, что в принципе это очень было похоже на фокеры и на что-то еще, то есть они там накачивались настроением, чтобы идти в нужное состояние потока и так далее, чтобы чувствовать, куда там что делать и так далее. То есть это чисто интуитивная какая-то работа мощная, хотя подозреваю, что это действительно что-то про монетку. на самом деле это стартный игрок. Да, еще и на большие деньги. Ну, у каждого свои, у кого есть. Так, все, кто был программистом в начало 90-х, там все попахивали бейсиком, фортраном и всяким девелокским барахлом, называя новые языки, типа сиси, плюс-плюс новые языки в 90-х. Да, 77-й год старт, насколько я помню. 60-х, 50-й, да? си, это 60-е годы, а фортрана это 50-й год, фортрана это первый запасный язык программирования, весь, кстати, это 80-е, наверное, а проекон 91-й, сип-плюс это тоже 80-й, по-моему, жава 95-й, а свит это просто молодой. Да, си-шарп это, по-моему, 2001-й где-то так. си-шарп 2001-й, еще второй, да. А вот когда Пайтон, я никак не могу вспомнить, по-моему, тоже 91-й. 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 Так, почему не могут собрать по каждой сфере варианты с весами в единую модель и использовать ее везде? Ну, может быть, потому что вселенная не может быть описана моделью меньше, чем вселенная. все просто. Тут точно так же в весах. Мы берем очень простые случаи, не на регрессе, очень простые случаи, где есть зависимость, где коэффициент, да, это зависимость, стоимость дома от площади. Просто это зависимое в Нью-Йорке и зависимое в Бердичеве будет очень разным. В Харькове она будет, а в Харьковской области будет третья, в Киеве она будет четвертая, в Киевской области она будет пятая, в Киевской области возле, господи, как это, возле там база Динамо находится там, в Мача-Заспа, да, она будет одна, а в Берщаковке она будет другая. Потому что эти коэффициенты зависят от реального мира. В каждом случае реального мира свои коэффициенты. Пацаны, не стоит скрывать эту тему, не делайте нейросеть, она же вас сожрет один-один. Если ты не можешь остановить, это должен возглавить. Шикарный вопрос. Можно ли заниматься машинным обучением на конструкторе Тильда? По-моему, нас троллят. Вообще, никто не... Кстати, можно. по-моему, если там можно использовать джесс, то вы можете загрузить лоджи и баловаться с обучением машин обучения и посмотрим, что это. Тебе хороший вопрос задали. Какая визуальная среда работы data-сайентиста или всегда конинг? юпитер ноутбук он хорошо визуализирует. Есть много... Юпитер ноутбук это что? Расскажи для людей, которые контентны. Юпитер ноутбук это программа, где ты в вебе пишешь строки кода и она выполняется. Такой веб-интерпритер пайта. где мы от каждого нашего сатаниста даем ему юпитер ноутбук и они там радуются жить. Есть множество библиотек, которые позволяют визуализировать данные, потому что без визуализации данных очень тяжело. Но опять-таки мы используем несмотря на то, что у питанистов нет редактора, есть у питанистов редакторов лет 10. как есть пайчарм пайчарм очень много для дата сатанистов и вы можете визуализировать просто вы с помощью тоже маклотлип или других визуализаций визуализации там. Я понял. Так, так, про микрофон я поправил громкости и уменьшил у себя громкость надеюсь, что стало все получше напишите как там вообще. Так, спросите, как Алиса распределяет веса по входным параметрам, которые ей передает человек. Алиса? Или Сири, или Алиса, Сири или Алиса. Алиса. Здесь на самом деле целый ансамбль. Во-первых, у нас подается поток, голосовой поток. Первое, что надо сделать, нужно распознать. Нам нужно распознать текст, нам нужно распознать эмоцию, потому что одна из главных этой штук, если бы есть дикий вопль, то значит, что-то не так в заводе ей подается с микрофона ей подается голос. И она этот голос в эмоциональной нагрузке распознает и делает из этого текст. После этого этот текст она распределяет по категориям. И здесь категория это общая, не общая, относится к ней, не относится к ней. Я, наверное, так. Если относится к ней, то что именно от нее хотят. Примерно так. Прикольно. Никогда не думал, как она с этим разбирается. Спасибо. Буду познавать. Все пришли сюда за ответом на два вопроса. Какого уровня нужна математика и что по зарплате? И вообще родной раз я говорю, математика нужна в 3 курсе. Вот здесь можно открыть у меня я специально остановился на кадре с Крит Димом. Я могу рассказать, где, какие специалисты. Вот здесь дата аналитики и ДТП. здесь математика очень хорошая курс Махмата. Дата пропереджа. Математика нужна довольно мало. Это работа программистов. Здесь нужна школа. Моделинг. Второй, третий курс. Эволюэйшн. Это QA. На QA мне всегда нужна математика. Дипломат. Это девопсы. Это программисты. Математика. Нужна математика. Что-то новенькое. Нет, я сказал, что математика не нужна. А, я понял. Вот. Дипломат. Это программисты. Математика не нужна, но анализ настигнет. В смысле настигнет? Тут девопс, наверное, нет, там все равно рано или поздно она настигнет. Ты начнешь разбираться с кодом, ты выяснишь, что ML пишут, ну, в разном они пишут, тебе надо перетисать продакшн, ты начнешь разбираться, лютую формулу, ты начинаешь спрашивать, а что же означает эти лютую формулу. И так потихоньку сначала котенок боялся, а потом ничего стянулся. Так, донатик. По зарплате примерно как девы иногда больше. Ну, явно больше, программисты. Чем кто? Чем программисты. Вот, мы берем PHP, у него будет везде больше. Может быть, как Java, может быть, чуть меньше Java. Ну, как программист на скале, что логично. Да, потому что я так много искала. Так, 50 гривен от Максима. Просто 50 гривен без вопроса. Спасибо, Максим. Так, если вы хотели задать вопрос, напишите его в чате, Саша мне его сюда передаст. Андрей, один доллар. Какие области Data Science особо востребованы и перспективны в США? Насколько сильно тамошние крупные Enterprises используют Data Science и какие самые трендовые направления? У меня такой вопрос, Сереж. Фанк это Enterprises? Фанк это, наверное, оно нет? Ну, если Фанк это Enterprises, и тогда это самый большой Enterprises, то весь Фанк это лидер-машинного бочинника. Ну, наверное. Они разрабатывают машинное обучение. У Apple разрабатывает целые процессоры, Google разрабатывает процессоры, Amazon делает свои... У Netflix такие штуки по машинному обучению, чтобы сохранить можно, да? У Microsoft по машинному обучению это просто феерия какая-то. Там очень много машинного обучения. IBM это один из лидеров по машинному обучению. Это IBM придумала Chris BDM. Что придумала? Вот эта схема Chris BDM, как работать, это придумала IBM. Она же IBM-овская, ты говорил. В любом этом. Какие отрасли? Смотри, если в Сан-Франциско там очень много стартапов, которые пытаются его сделать. наличие слова блокчейн в названии тертапа делает больше 20% инвестиций, наличие слова АЯ делает больше 50%. Конечно, там будет больше. Очень много. Это нейронки умеют писать музыку. Они умеют писать музыку хорошо. Например, есть нейронка, которая дописала симфонию Бетховена. И как-то люди не смогли определить, где была нейронка, где была симфония. А я слышал песни Нирваны, дописанные нейронкой. Вот. Есть вот эта по-гражданской обороны, нейронная оборона, да? Да, да, да. Рисуют картины и так далее, и тому подобное. Так что тут может быть когда-нибудь я сделаю свой канал по машинному обучению, там у меня там будет на заставке что вот эта песня, которую написал Нирвановая сеть. Это логично. Это будет правильно как минимум. Так, спрашивает, правда ли, что проблема наших инженеров это получить данные с того рынка? Да, это большая проблема, потому что есть GDPR, есть коллективные акты, и там могут быть проблемы. И там работают на самом деле. Просто есть данные, которые нельзя, чтобы они потягивают персональные данные. Очень часто они не имеют права пересекать территорию Соединенных Штатов. То есть сервер, на которых она находится, должен находиться на США на пост работы. Ну и там уже очень жесткий контроль и доступ и так далее. И не ко всем данным гражданин может в принципе получить доступ. Ну, потому что запреты. логично. Тут как-то хитро заплатили 50 гривен, и я не понял почему. В общем, они длитили немножко с другой стороны. Мусиенко, Максим, расскажите, пожалуйста, про роль QA в процессах Machine Learning. Дело что здесь, во-первых, определить, что модель подходит. Определить, что в Machine Learning есть весь нормальный процесс WebDevoring. Соответственно, все, что вы делаете для веб-девелопмента у вас есть. Поэтому мы проверяем, что у нас работают опишечки и так далее и тому подобное. Это раз. А во-вторых, там еще дополнительно есть, мы проверяем, насколько адекватно модель отдаёт данные. И еще мы проверяем, что она не даёт плохих вариантов, потому что история с Microsoft, она очень известная. И она очень дорого стоит на Microsoft. Да я думаю, прям позорище какое-то при современном... Не, всем понятно, что тут нужно понимать, что него на сеть это зеркало. И вот и когда общество возникает, что него на сеть что-то не то даёт, то общество нужно понимать, что него на сеть это зеркало. общество не готово к этому. Да, то есть нечего на зеркало пинать, да. да. Так, поехали. Ну, то есть фактически вся та же самая тестирование, которое проводится для любого другого приложения, плюс к этому еще понимание того, насколько эта модель соответствует данным, да, ну и вообще массированное тестирование на входных и выходных данных. Да, но еще вдобавок есть такая штука, мышленинг это всегда интеграция с чем-то. То есть сам по себе он редко был нужен. То есть это интеграция, соответственно интеграция, если это там спам, то значит интеграция с почтовой системой. Если это предсказание продукта, значит это интеграция с другой системой, где есть предсказание продукта, да. Если это помощь в чате, значит это помощь интеграция с системой, где есть чаты и так далее. соответственно это много интеграционных тестов. Ясно. Ну и много интеграции. Ну то есть короче весь набор интерпрайз тестирования плюс еще и свои особенности для машин лернинга. Да. Так, поехали дальше. Один доллар от Сергея. Стоит ли учиться на профессии Data Science на курсах двухлетних типа SkillFactory или лучше учиться репетитору или можно даже самому по Udemy. Какие есть DS профтусовки в Украине для нетворкинга? Ну вот у тебя два вопроса. Саша просила ничего не говорить по поводу курсов таких. Я могу много рассказать про SkillFactory. Это будет клинная и очень эмоциональная речь. Черт. Ладно, не надо. А то люди на нас обидятся зачем. Да. Все ясно. И так понятно. Хорошо. А по поводу Udemy? Да. Смотри, в принципе там есть хорошие штуки. Есть францовские курсы в народной языке. Вот Воронцов классный чувак. Мне очень нравится его курсы. Делает классный материал. Но проблема заключается в том, что все-таки курсы твоей системы они хорошие. Когда есть реальная задача. Можно на кахле. Можно ты пишешь это и пытаешься делать решение на кахле. попытаться выигрывать конкурсы на кахле. Но это просто надо слишком большой уровень. Это к сожалению слишком сложно. Но на кахле получится сделать что-то на кахле. Окей, даже не побеждая просто задача решить ее. Не надо решать ее в топ 10. что такое кабель. Он соревновает это дает задачу и ты ее решаешь с помощью обучения. И ты пытаешься решить, чтобы она максимально быстро, максимально хорошо, максимально точно решала. например вот есть задача вот этот сайт и на нем можно решать задачи. И там хочется попасть в топ 10 на кахле где максимальная точность. Ты не попадешь новичок, а там ребята такие динозавры. Но можно взять задачи с кахла и попытаться их решать. Если я вдруг буду делать кухон обучение, я просто буду отправлять на кахлу. Ну это обидно как-то. Я думал только начать тебя уговаривать сделать для нас курс по машинам обучения. Ну ладно. Нет, 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 смысл то, что вот когда курс, да, я там одним из последних заданий дам поучаствовать в конкурсе Кага. Чтоб человек именно почувствовал свою ничтожность и страдал. Чтоб не смог возгордиться человек. это максимально реальная штука. А вдруг он выйдет. Ладно, хорошо, цитату никто не узнал. Хорошо. Так, 50 рублей от Антонио. Какая разница в работе между софтовой нейронкой на Керосе и аппаратной Apple, Nvidia, Tesla? Ну, аппарат работает быстрее. А вообще, в принципе, что такое аппаратное нейрон? Не, но в Apple Nvidia нельзя сказать, что там это видео само по себе это аппаратное. Это штука, на которой считают этот процессор. Он берет нейрон, как бы написано на Керосе и на этих ядрах Apple или TPU или GPU для них выполняет. Можно написать это все равно софтовое, да. Да, просто то hardware, а нейронка это software. Можно написать точно так же, как можно написать на Java, и она будет работать через кучу интерпретаторов, да, и весело говорит, что мы хорошо компилируемся, хотя на самом-то деле это, конечно, почти интерпретируемый язык программирования, да. Точно, ну, а можно написать на Assembler. Программа написана на Assembler, в принципе, есть вероятность, что будет работать быстрее, кстати, это не всегда может быть. Вообще ни разу не обязательно, потому что все очень сильно зависит от рук. Да, но в принципе на Assembler можно написать программу, в котором будет быстро. Можно написать непосредственно заточенную под Apple неронку, но Apple сам по себе ее не выполнит, это процессор, и GPU она не выполнит, это процессор, и видео там куда, это то, что позволяет вам выполнять математические операции на видеокарте. Она сама ничего не делает, а выбирать уже программу спичи неронку, написанную на Keras, или вы написали как угодно на Sia, вы можете написать на C, если совсем уверить формула, она будет работать более чем написано на Keras, но не сильно быстрее, кстати. Я правил. В принципе, я так и думал, потому что с трудом себе представляю, как может быть железная программа, ну, потому что, в общем-то, в принципе... Нет, возможно, есть какие-то за Hardware неронки. Почему нет? Не очень лист. Я уверен, что в Osnit Dynamics часть неронок просто вшитожились. Вот я просто уверен в этом. Они не успеют по-другому. Окей. Ну, может быть, ты прав. Итак, подскажите, пожалуйста, можно ли считать нечеткую логику и Machine Learning частью одного целого, или это разное направление? Я не знаю, что такое нечеткая логика, поэтому я к тебе обращаю вопрос. В принципе, ну, машинообучение можно считать, что это нечетная логика. Нечетная логика. Когда мы не определяемся на жестко заданных ритмах, а пытаемся выращать по статистике. Окей. Я все равно тебя не понял, но ладно. Ну, в смысле, есть четкая логика, когда вы жестко задали логику. У нас есть алгоритм. Шаг влево, шаг вправо, пошел нафиг, да? А вот здесь, когда мы убиваем свои, когда мы можем работать в условиях нечеткой логики. Просто, скорее всего, да, ML это нечеткая логика. Она позволяет вам делать нечеткая логика. Хотя, на самом деле, обученная модель тоже четкая логика. Ну, сама обученная модель это уже обычная четкая логика. Ну, да. Но вся система переобучения модели это нечеткая логика. Да. Потому что, когда она уже научилась, она уже четкая логика. Вот здесь нужно понять. Ну, есть RNN-ки, которые дообучаются. то есть, есть сети, которые дообучаются в процессе, и они еще менее четкие. Ну, в принципе, ну, можно сказать, что машина обучения является нечеткой логикой, но нечеткой логикой не обязательно машина обучения. Да. Тут удивляются, что в языке R массив начинается с единицы. Угу. Ну, я могу ошибаться, но когда после раз, оно было так, но по-моему, с единицы начинается. Вот это, у меня-то это бомбануло. Я тебя понимаю. Так, говорят, I'm data satanist. Есть куча сервисов, которые делают футболки, закажись, а футболку с такой надписью. Насколько популярен C-Sharp в машин лернинг? Спасибо, не надо. Нет? Так, какие языки используют для машин лернинга? Пайтон. Только? Именно машин лернинг и пайтон. Ну, все-таки, на самом деле, TensorFlow написано сяк. Так что, извините, все равно там внутри находится здоровенная библиотека на C. И мы сами, когда нам нужно резко ускориться, мы пишем модули на Rusty. Воу, прикольно. Будем знать. Ну, мы просто на Rusty пишем Python модуль, которые на тяжелой операции включают в пайтон. А если обработка данных, это скала. Кстати, DotNet довольно часто на обработку данных используют DotNet. Тут вот как раз и спрашивает, где лучше использовать скалу, а где лучше Python? Ну, скалу в обработке данных там, где все поплайна. Она для этого гениально подходит. Python в машинном обучении в чистом виде. Хорошо. Так, вопрос Павлу. Можно ли устроиться на работу машинлёрнинг-инженерам, если есть опыт коммерческих проектов на фрилансе, правда, в ГИД не выкладываю, но нет вышки. Закончил заочку только в 2021 году. Первый, никаких проблем. Насколько я помню, у тебя же нет высшего образования, или я что-то путаю. У меня, ну, у меня нет очень особо. И мое образование очень далеко от... Хотя я криптограф, но такое. Вот, так что ничего, идите, учитесь. Можно ли писать машинлёрнинг на Node.js? Есть такая штука, как TensorFlow. Можно, но не нужно. Можно я отрекланирую свой доклад. На Node.js не в этом году, который был в прошлом году, в 2020, я читал TensorFlow.js доклад. Там я довольно подробно рассказал про это. Хорошо. Даже на Node.js можно использовать. С ума сойти. Не нужно. Так, это мы уже отвечали. А, это не то. Когда нейронные сети будут обучать тех, кто их создал? Они меня уже обучают. Я смотрю на них, господи. И жить, говорит, не хочется. Да, да, да. Нет, ну, просто, например, сейчас нейронные сети обучают самых крутых игроков в Go играть в Go. Воу. Прикольно. Ну, и вообще... Сейчас нет человека, который способен обыграть нейронку в Go. И далеки мастера Go смотрят партии этих нейронок и учатся на них играть в Go. Самые, самые топовые. Просто вот такие вот топчики, они внимательно смотрят логи. Вот какие красивые партии. Жесть. Имеет ли смысл переходить на скалу в Big Data с Java? Ну, если вам хочется странного, да. Но, вот, если бы смеялся перед этим, вот, если вам жизнь показалась пресной, если вам уже пресно проигрывает на Java, и вам хочется что-то остренького, попробуйте скалу. только, ну, имейте в виду, что скала это маленький перчик, у которого там где-то миллионы вот этих единиц острости. Я понял. Поэтому не надо. Если мало вам, так сказать, остроты, может быть, имеет смысл просто пойти на проект к индусам, и там вам остроты как следует добавят. Ну, там кари, там кари там не то. Да, 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 так. Какой софт вы используете для построения графиков по таблицам, не библиотеки? Мы используем библиотеки. Да. Ну, для петербурга просто пишем. Когда уже машина заменит людей в сфере обслуживания? Сколько люди будут мучить друг друга? На самом деле, уже заменяет довольно сильно. Если вы зайдете в Макдональдс, то уже увидите, что там сильно сократили очереди, тем, что сделали штуки. Много появляется штук автокопей. Они заменяются, заменяются, потому что роботы-пылесосы, вот робот-пылесосы, классическая штука, написанная на нейронных сетях, которая заменяет человека в сфере обслуживания. Это просто сильно много их, но очень быстро уходят, и мир очень сильно меняется в этом начале. Слабо себя отслеживаю, но сколько уже не поменялся за последние 30 минут. Я отслеживаю на самом деле и смотрю. Я не сомневался. Я очень внимательно смотрю за всякими изменениями, в том числе и рынок мобильных устройств меня очень веселит. Он же сейчас вышел на плато, в принципе насыщение, когда мощности практически любого бюджетного устройства достаточно практически для любых операций. Там уже начинается лёхи. Придет машина обучения, будут какие-нибудь виртуальные помощники, тебе будут отвечать Анжелина в твоем телефоне, подписка себе 15 баксов в месяц. Подписка себе 15 баксов в месяц. Она тебе будет совет жить. Это будет реальный стартап, сейчас я напомогаю. А прикольно. Эта тема, да. Говорят, как-то странно выбирать для машин лернинг в Java и Scala. Тормозные. Надо, я так понимаю, на ассемблере пишать на машин лернинг. Для машин лернинга выбирается Python. Для обработки данных выбирается Java и Scala. Scala выбирается для обработки данных, потому что самая крутая штука для обработки данных это Spark. Spark написан на Scala. Ну, потому что просто потоковая обработка данных это скала. потоковая обработка это функциональщина, функциональщина на работы. И сказать, где скала тормозная так? Пожалуйста, найдите решение, которое будет по соотношению количества времени разработки и работы лучше, у я в самом деле очень сильно понимать анализ на продажу. Ну, просто искал это. Хорошо, что думаете по поводу библиотеки OpenAI? Недавно ее анонсировали? Что? В смысле, недавно таким, много лет. OpenAI это много лет. Не-не-не, это библиотека, да, там этот, короче, организацию с таким же названием анонсировали, да. Так что она няшечка. Ну, я же сначала там Маск делал, или Маск делал, там еще кто-то там няшечки, там есть очень классные штуки, там очень много классных библиотек, там очень много классных моделей, потоковая обработка видео, например, то лучше там это классно. Интересный вопрос. Есть ли в ML пед-проекты как способ самообучения для дополнения резюме? Кагл. Вот туда. Следите на Кагл. Или можете написать свой проект, где использовать машинообучение для чего-нибудь. Например, можете написать машинообучение, которое прочитает лог ошибок вашего бортового компьютера автомобиля и сделать модельное подсказание о полах. Никто не мешает. там можно точно так же как программирование. Просто у нас еще есть Кагл, которым если повезет, то можно очень хорошо показать свой профиль и сказать вот мой профиль на Гагле, вот мой профиль на Гите, вот мой профиль на Кагле. Класс. Возьмете такого себе на работу? Ну, я не занимаюсь именно если хороший проект и хороший КАУ, то да, конечно, возьмем. И, кстати, нам нужен ML-инженер. Ага, приходите, пожалуйста. ML-инженер нам нужен. Или вы удаленно берете? Мы удаленно. Так, хорошо. Нужно ли уметь логарифмировать, чтобы справляться с задачами Data Scientist? Ну, полезно. Так, тут уже посудили. ML-инженер и ML-сатанист. В чем разница? Где больше математики? В ML-инженере. Ну, в принципе, это считается, что ML-сатанист, вот это Data Scientist, это человек, который умеет и ML, и в дату, и в программировании. вот типа такой человек. Наш как у Довинчева, так вот. Как-то так. Если больше математики, но больше всего математики в ML-инженере. создание модели. Угу. Хорошо. Так. Что Павел думает о новой IDE для Data Scientist от JetBrains? Можно использовать как основной инструмент для ML-DS? Наши ML-и посмотрели, сказали, патчерам сюда положили. Вот это патчерам сюда положили. Патчерам им достаточно. патчерам той же команды разрабатывался. Неужели оказалось как-то не дата студия JetBrains это признать патчерам. Окей. Ладно. наверное, можно. Наверное, можно. В нашей захотели. Может они кто это кушал с ними стороны. Так. А если есть знания численных методов, этого достаточно для начала работы? Ну, вообще, смотри, численные методы иногда бывают нужны для того, чтобы понять катастрофию. Для начала работы в принципе полезно знать линейную алгебру. Линейную алгебру, а статистику. Вот это для начала работы. Вот так. Так. Ну, про сайт ты уже сказал, на каком потренироваться можно? Ты отвечал, да? Да, тут медла работа для медла. Так. Сколько лет надо учиться, чтобы написать аналог Deep Newt, раздевающий нейронка мне для друга надо? это прекрасно. Просто выставить нейронку и все. Она есть в этом доступе. Зачем вам еще одна такая же? Чтобы вообще лучше делать это вживую, по-моему. Город меньше лет потребуется. так. Ну, самое главное, чтобы потом не посадили нам уголит, за это ну, это ладно. Народ кинулся звать жены под рук к экранам. Я, говорит, водичку поставил, наколдуйте мне на плюс 10 интеллектов. Самое главное пить до еды, а не после, иначе уменьшится. А не вместо. Окей. А как лучше всего учиться на machine learning? Тут же нету какого-то компилятора, чтобы он проверил твою модель. Какой подход лучше всего использовать, чтобы хорошо все запоминать? Чтобы все запоминать, лучше использовать подход, который используется в интернете. Тут нету компилятора, значит, лимитическим путем. Как лучше всего, но найти какие-нибудь курсы хорошие, может быть, или читать книги. Примерно так. Есть курсы. Есть народ, который по курсам это делает. Из высшего образования, которые знают, западно высшее образование на более-менее что-то похоже, потом ребята сразу ходят на уху. А именно инженера только все. Хорошо. Была ли задумка построить нейронную сеть для обучения людей? У меня было. Ну, так если вот учат играть в голову, то я думаю, и это можно. Ну, да, у меня было. А при чем тут программирование к Data Science? Там же все биологи были. Student, Fisher, Pearson, они же все биологи и математики. Какое нафиг программирование? Вообще не понял, о чем разговор. Ты понял? Смотри, я даже все фишки. Вот эта вся модель, это все хорошо. Наука прекрасна. Это очень классно. Но когда мы хотим денег, мы хотим, это сервис. Логично. Потому что то, что она прекрасна. Денег не приносит. Эту модель можно сделать с сервисом, который будет находиться в сайте, в котором приносят деньги. Мы делаем телефон, который приносят деньги. А вот здесь уже здравствуйте программирование. Для того, чтобы запрограммировать модель, нужно программировать Сорян. Да, как ни странно. Ну и естественно превратите математическую модель в какой-то сервис API, сайт, веб-приложение YouNameet. И это надо запрограммировать. Соответственно, плюс кому вы слышали, машина, собственно говоря, математическая модель не умеет жрать неподготовленные данные. Значит, данные надо искормить в подготовленном виде. Это надо обработать. Ответ модели тоже надо интерпретировать и превратить во что-то человека читаемых. Ну и так далее. То есть или там каким-то образом воздействовать. Потому что вряд ли вас устроит ответ 0,7 тысячных. и 42. Да, именно. Это, конечно, здорово, но я боюсь, что не совсем то, что вы хотели. Я в 42. Да, хорошо. Так, как называется военный и приведите пример. Дроны, которые военные дрона, на самом деле, которые умеры сейчас. Война изменилась настолько. За последние пять лет война изменилась настолько. Вот как на карабахе очень хорошо показывают. А когда новые технологии, что они делают со старым вооружением. Они просто превращают в кучу пепла. Это дрона. Это самонаводящиеся все эти штуки. Там на самом деле очень сильно. А Boston Dynamics, если что, вот эти прекрасные роботы с Boston Dynamics делаются для США. И он умеет не только хорошо красиво танцевать, очень много чего-то другого умеет. Да. И может быть кого-то даже по голове дать. Вот. Ну, это собственно говоря, оно. Хорошо, три последних вопроса, и мы заканчиваем, коллеги. Итак, в ML-индустрии народ сильно верит, что нейронки еще дадут большой прогресс в области около ИИ. Какие перспективы, как Пазел считает, у Machine Learning ближайшие 3, 5 и 10 лет? Про сильные имени не спрашиваю. Сейчас мы начали только-только осваивать. Я то, что если в веб-сайтах еще плюс-минус начинаю, да, но даже в веб-сайтах это только жалкие доли, проценты, да, от того, что может занять машинлезинг, жалкие проценты. Только Booking.com, да, у него очень много машинного обучения, но остальные только протягиваются. То есть еще очень-очень-очень большая роль, это интернет вещей. И вот там машинного обучения очень-очень много. Это про то, как работать с кораблями, чтобы они не тонули, это чтобы у тебя станки не сходили с ума, это умный дом, умный завод, а здесь нету даже тысячных процентов от того, что это может быть. И наш мир очень сильно будет меняться. Ну или же там все-таки будет ветерная война, мы будем воевать дубинками. Да. Ну и программисты, как известно, останутся вместе с тараканами, потому что они неистребимы. Все логично. Ну если что, то у меня есть кузница. Ты забыл похвастаться, я понимаю, за время стрима. Да. Я всегда хвастаюсь, я успел. Я успел. Ага, Паша увлекается реконом всяким, и вот это самое кует всякие мечи, там кольчуги, еще что-то. Так что можете представить, как это выглядит прикольно. Так, спрашивает, чем отличается нейронная сеть от мозга? Нейронная сеть это очень упрощенное представление человека о мозге. Ну в общем, да, очень-очень упрощенное. У нас там какие-то 10-14 степени, насколько я помню, нейронов. Вот представьте себе, собственно говоря, то, что делает это немножко меньше, да. О, Саша говорит, что донат пришел. Коллеги, прекратите донаты отправлять, потому что мы, наверное, не успеем. Вот это последний сейчас, который придет. А пока тебе вопрос, какие темы линейной алгебры должны знать деться фантазии? Важны ли тензоры? Наука стандартная. тендер флоу называется не просто так. А что такое тензор? Прости, я не помню. Это многомерный массив. Ладно, окей, многомерный массив. Хорошо, это все просто. Матрица. Так, последний вопрос. Всю линейку. Хорошо. Андрей К. Энн из Санкт-Петербурга, 2 доллара. Я распиливаю монолит на микросервисы. В один пакет нужно вынести то, что будет использовано в микросервисе. Из основного монолита. То, что будет использовано в данном микросервисе, нужно будет удалить. Как быстро это быстро сделать? Подскажите литературу. Я завис на этом вопросе. Во-первых, какое он отношение имеет к этому стриму, я, честно говоря, вообще не понял. Вы считаете, что с вами разговаривают машины, а он Паша тащит книжку. Даже две. Давай. Дядя Боб всегда спасает. В общем-то, как говорится, нет хода, ходи с Бубей. Все верно. На этой оптимистичной ноте, я думаю, мы ответили на все вопросы. Хорошо. Всем спасибо. Спасибо, Паша, за участие. Может быть, ты хочешь на прощание сказать что-то нашим зрителям. Сейчас их почти 250 человек. Учитесь программировать, учитесь думать. Спасибо, что позвал. Это очень интересный опыт. Окей. Рад был пообщаться. Я всегда рад с тобой пообщаться. Это всегда интересно и весело. Хорошо. Всем спасибо. Пока-пока. 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 Продолжение следует...